Всем привет! С вами Культпоход. Каждый месяц мы рассказываем вам о самых ярких и интересных событиях в культурной жизни нашего города. Смотрите сегодня в выпуске. Успех спектакля Саровского драматического театра на фестивале премьеры сезона. В Нижнем Новгороде выбрали лучший хоровой коллектив региона. Встреча с московским дизайнером и автором проекта «Народный карнавал» Ириной Гончаровой. Не так давно наш город принимала делегации работников культуры из городов присутствия предприятий атомной отрасли. Они обсуждали перспективы развития культуры в ЗАТО и другие немаловажные вопросы. Семинар совпал с профессиональным праздником – Днем работника культуры. По этому случаю в наш город приехал народный артист России Алексей Гуськов. Саров стал десятым закрытым городом, который народный артист России Алексей Гуськов посетил в рамках программы «Территория культуры Росатома». Актер подчеркнул особенности ЗАТО, которые становятся заметны сразу. Города замечательные дети. Они воспитаны, они интересуются, у них совершенно другие глаза. И дальше я стал размышлять, что же так происходит, почему же так случилось. Но вероятно, вот за счет того, что сохранено некое, вот эти города построены определенным образом. Алексей Гуськов рассказал о студенческих годах, о съемках в знаковых для своей карьеры фильмах, в том числе о том, как шла работа над итальянской картиной «Иоанн Павел II. Святой человек», где актер сыграл главную роль. Также Алексей прочитал отрывки из своих любимых произведений. Я не создан для блаженства. Ему чужда душа моя. В художественной галерее открылась выставка картин и предметов декоративно-прикладного творчества старовской художницы Ирины Никитиной. В экспозиции представлены сюжетные графики, натюрморты, декоративная роспись по дереву и авторские украшения. Испанский натюрморт в синих тонах на выставке занимает особое место. Это одна из самых любимых работ художницы Ирины Никитиной. Картина выполнена в технике темперной живописи. Она сделана в 2001 году. Живет она в Нижнем Новгороде. Она участвовала в моей персональной выставке, еще есть Дома ученых. И это работа, которую я очень люблю. И я выпросила ее у владельца на эту выставку. В экспозиции представлены более 90 произведений. Сюжетная графика, роспись по дереву, шкатулки в технике докупаж, авторские украшения. Впервые на выставке художница показывает свои новые работы в технике жидкого акрила. Акрилами я занимаюсь год. Тема для меня интересная. Стараюсь адаптировать технику жидкого акрила с доработкой темперы. Проводить какую-то сюжетную линию. И, ну, в общем, стараюсь что-то новенькое найти, интересное. С картинами Ирины Никитиной жители нашего города знакомы хорошо. Она не раз выставляла свои работы в рамках проекта «Художники Сарова». Свою персональную экспозицию женщина не делала более 18 лет. Интересная работа, красиво. Как-то, так вам сказать, получаешь наслаждение эстетическое. Я удивилась еще и тому, что весна наступила, а мне уже столько картин. Весна, 19-й год. Потрясающе. Посетить выставку «Все грани» Ирины Никитиной можно будет до конца апреля в художественной галерее. Спектакль Саровского драматического театра «Алиса» вошел в тройку лучших постановок областного фестиваля премьеры сезона. Профессиональные российские критики Павел Руднев и Оксана Кушляева дали высокую оценку работе актеров и постановочной группы. Стоп! Скажите, пожалуйста, кто тут кругом живет? «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла на новый лад. Режиссер Галина Зайцман сумела органично вплести в канву спектакль исторические факты 20 века, добавила музыкальные хиты и современные технологии. И вот уже детская сказка становится интересной взрослым, на глазах которых вершилась отечественная и мировая история. Мы рождены, чтобы сказку сделать. Были! Ура! Пересаживаемся! Пересаживаемся! Мышь Сони в интерпретации режиссера внешне мало напоминает велика из Алисы Льюиса Кэрролла. Ее школьные формы и лозунги советских времен заставляли зрителей постарше вспоминать свои детские и юношеские годы. Как отметила театральная критика и эксперт фестиваля премьеры сезона Оксана Кушляева, Алиса в постановке Саровского драматического театра напоминает слоеный пирог и будет интересна для зрителей любого возраста. Люди, которые любят кино, увидят здесь одни смыслы. Люди, которые много смотрели советских фильмов и жили в Советском Союзе, они увидят другие смыслы. Ребенок тут увидит историю о родителях и о себе, и о том, как добраться до внимания родителей. На суд театральных критиков в рамках фестиваля премьеры сезона 2018-2019 наш театр представил две постановки – «Алису» и кукольный спектакль «Волшебное кольцо». Оценивая спектакль по мотивам произведения Льюиса Кэрролла, эксперты отметили, что зритель не всегда ищет отображение современной действительности на театральной сцене. Иногда людям требуется совершенно иное. А бывает, когда тебе хочется, чтобы создали какую-то фантастическую страну, какую-то грезу, иллюзию, чтобы ты просто переместился вместе с театром в какой-то нездешний мир. И тогда ты идешь в другой театр, визуальный театр, вот такой, может быть, как мы сегодня увидели Алису, он каким-то удивительным образом совмещает разговоры в сегодняшнем дне и путешествие в какую-то неведомую страну. После просмотра постановок всех 13 театров участников регионального фестиваля спектакль «Алиса» признан лучшим в двух номинациях. Премии «Творческая удача» получили режиссер спектакля Галина Зальцман и художник Екатерина Никитина. К тому же Алиса вошла в тройку лучших спектаклей фестиваля. Какую роль в развитии современного театра играет интерпретация материала режиссерами и художниками? И что важнее, театр как музей времени и смыслов или театр как институт сегодняшнего дня? Об этом и многом другом мы поговорили с редактором Петербургского театрального журнала и критиком Оксаной Кушляевой. Есть такой тип художественного произведения, не только театра, в котором как слоеный пирог есть вот такие слои для разного зрителя. Не только для разного возраста, но и зрителя разных интересов, разных культурных кодов. Люди, которые любят кино, увидят здесь одни смыслы. Люди, которые много смотрели советских фильмов и жили в Советском Союзе, они увидят другие смыслы. Ребенок тут увидит историю о родителях и о себе, и о том, как добраться до внимания родителей. На самом деле есть театр интерпретационный, именно когда режиссер читает произведение и какую-то свою версию его создает на сцене. Но есть и другой тип театра, который сейчас на самом деле гораздо более распространен, когда режиссер использует произведение только как отправную точку для создания своего независимого мира. В котором человек, который действительно очень любит это произведение, может его даже вообще не узнать. Человек, который не читал и вовсе не обязательно это произведение поймет по этому миру. Вот есть такие режиссеры, например, Юрий Бутусов, Андрей Желдок, Андрей Магучин. Но их много, правда, которые читают произведение и создают свой мир, вообще совершенно независимый. И вдохновляются скорее произведением, чем делают его трактовку. Это такой свободный путь, путь настоящего художника. Интерпретационный театр – это, конечно, тоже достаточно распространенный тип театра. Но он больше и внимательнее, и глубже вчитывается в те смыслы, которые заложены в произведении. И режиссер такого театра, конечно, он для зрителя, который, не знаю, хочет ближе к классике, ближе к оригиналу, он, наверное, более понятен. Более понятен такой тип театра. На самом деле, действительно, люди все за разным ходят в театр. И если ты четко знаешь, зачем ты идешь в театр, можно и выбирать гораздо осознанней. И про себя я могу сказать, что бывают такие моменты и такие периоды жизни и жизни общества, когда хочется именно, чтобы тебе в театре про сегодня рассказали, чтобы с тобой поговорили о каких-то смыслах и о проблемах сегодняшнего дня. А бывает, когда тебе хочется, чтобы создали какую-то фантастическую страну, какую-то грезу, да, иллюзию, чтобы ты просто переместился вместе с театром в какой-то, ну, нездешний мир, да. И тогда ты идешь в другой театр, да, вот визуальный театр, вот такой, может быть, как мы сегодня увидели Алису, он каким-то удивительным образом совмещает и разговоры в сегодняшнем дне, да, и путешествие в какую-то неведомую страну. То есть, в общем-то, театр, конечно, он может быть и такой, и такой, и одновременно, и в разных спектаклях. Меньше двух недель прошло с успешного выступления на областном фестивале премьеры сезона и снова новый успех. Спектакль по произведению Антона Павловича Чехова «Вишневый сад». Это последняя пьеса автора, которой суждено было стать символом русской драматургии 20 века. Костюмы, музыка, декорации и все происходящее на сцене переносят зрителя в начало 20 века. «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова – классический спектакль, который так долго ждали сравчане. Очень приятно было видеть всех в таком большом составе на сцене. Костюмы замечательные. Все понравилось, спасибо. Очень понравилось. Очень понравилось. Спасибо огромным артистам. Прям замечательно играли. Спектакль очень понравился. Хоть и классика, но трогает душу и замечательное настроение. Очень понравилось то, что такое классическое произведение, оно показано с точки, ну, как бы, достаточно академически, да, но и при этом такие вкрапления какого-то такого немножко современного, современных таких моментов, ну, очень здорово. Я иду с ним на дно, но я люблю этот камень. Я жить без него не могу. Помещицу Любовь Раневскую, главную героиню пьесы, сыграла Ирина Авакумова. Эта роль считается жемчужиной в репертуаре любой актрисы. Конечно, это хочется сыграть. Хочется к этому прикоснуться. Хочется произносить этот текст. Переживать те события, которые происходят с этими людьми. Поэтому, ну, конечно, это роли мечты. Как считает Ирина Авакумова, такие женщины, как Раневская, встречаются и в наше время. Героиня любит свой дом и не видит своей жизни без вишневого сада. Однако она не делает ничего, чтобы спасти свое поместье и надеется лишь на чудо. Это мне очень напоминает нашу интеллигенцию, так отчасти, которые очень искренне, искренне любят родину. Вот, говорят об этом, действительно пылают к ней страстью истиной. Как говорят актеры, этот спектакль и сейчас не теряет своей актуальности. А темы, которые в нем затраиваются, всегда будут волновать зрителя. Любая классика, она до сих пор актуальна, так как она поднимает вечные проблемы, вечные ценности в них затронуты, показаны. Спектакль «Вишневый сад» будут показывать в Саровском драматическом театре в апреле. Для зрителей старше 12 лет. В Нижнем Новгороде выбрали лучший хор области. На 15-м конкурсе на крыльях песни выступили 55 коллективов со всего региона. Наш город представил второй класс хорового отделения «Копель» детской школы искусств номер 2. Саровчане стали лауреатами первой степени. У семьи Казаковых не было сомнений, стоит ли отдавать дочь Софию в хор. По словам мамы, девочка у них энергичная, сажать ее за музыкальный инструмент, мучить и себя, и ее. На семейном совете было принято решение отдать дочь в новое отделение детской школы искусств. Как оказалось, выбор они сделали правильный. Все песни, которые они разучивают на своих занятиях, она обязательно, даже я ее забираю в занятия, она мне в машине едет, поет, все сверчковы, вербочки. Мы тоже все вместе семью ее песенки пропеваем, потому что нам нравится, ребенку нравится, нам нравится. Вернувшись из Нижнего Новгорода с победы, юные певцы не сидят сложа руки. Они продолжают упражняться в вокале, готовятся к будущим победам. По мнению родителей, ездить на такие конкурсы нужно и важно. Это очень большой опыт. Начинать в таком возрасте ездить на данные конкурсы, то есть это для них, как сказать, какой-то новый этап в жизни. Они уже с каждым годом, становясь все взрослее, они будут более спокойно относиться к вот такого рода конкурсам. Чтобы раз за разом показывать высокий результат на вокальных конкурсах юным вокалистам, приходится прикладывать максимум усилий на каждой репетиции, брать высокие ноты, знать и понимать указания преподавателя. Не менее важна роль на пути к победе у преподавателя и аккомпаниатора. Мы с Светланой Викторовной очень много репетируем, тоже вдвоем, несмотря на то, что мы уже не дети. Нам много репетируем, много занимаемся и спорим иногда, иногда какие-то моменты обсуждаем и приходим к общему знаменателю. Тогда получается. Отмечать победу на вокальном конкурсе становится доброй традицией в отделении хора. Порадовать победителей в этот раз учителя решили тортом и конфетами. Но с оговоркой только после занятий, чтобы не портить голосовые связки. В художественной галерее прошла встреча с московским театральным художником Ириной Гончаровой. Визит мастера модных дефиле стал первым событием в рамках городского народного фестиваля моды и красоты. Деточка, потенциала я не вижу. Выбери себе, пожалуйста, другую профессию. Эти слова Ирина Гончарова услышала в свое время от Вячеслава Зайцева, когда пришла поступать в текстильный институт. Было обидно, но характер не позволил ей пустить руки. Ирина решила добиться своей цели и стать дизайнером одежды. Я докажу, я докажу, что как же вы ошибаетесь, Вячеслав Михайлович. Знакомство соровчан с театральным художником началось с рассказа о жизненном пути, о трудностях, которые пришлось преодолевать, неугасаемом желании шить и радовать своим творчеством окружающих. Ирина Гончарова работала портнихой и художником по костюмам в театрах у Марка Розовского, Романа Виктюка, Евгении Петросяна. Попутно участвовала в различных конкурсах дизайнеров. Это была фантастическая школа, которая научила меня всему шить за один день 15 костюмов и с рыночной торговки делать тонную бабу с собачкой, придумывать какой-то смешной, гротесный образ. Несколько лет назад Ирина придумала фестиваль «Народный карнавал» и провела такие самобытные шоу в 15 российских городах. То, каким возможно будет фестиваль моды и красоты в нашем городе, наглядно продемонстрировали видеоролики с прошедших мероприятий. Также на творческой встрече посетители увидели две коллекции шляпок Ирины Гончаровой. А самые смелые зрителицы попробовали себя в качестве народных моделей и примерили авторские наряды. Взгляд рассеянный, губы расслаблены. Саленый ведро, понесли спирт. После небольшого мастер-класса по подиумной походке с ровчанки продемонстрировали дизайнерские костюмы. И женщины, которые, возможно, впервые выступали в роли модели, получили огромный заряд положительных эмоций. Получился проход под музыку. Замечательно. Мы же все женщины. Народный карнавал пройдет в Сарове в рамках празднования Дня города в июне. И творческая встреча с Ириной Гончаровой дала старт подготовки к предстоящему модному шоу. Всю актуальную информацию о фестивале моды и красоты и новых встречах с известными дизайнерами можно узнать на сайте ArtSarov. И в завершении выпуска наша традиционная рубрика «Афиша». О самых ярких культурных событиях в городе не только расскажет Елена Грицкова. 28 апреля в «Милый концерт-холле» со своей концертной программой в рамках тура «21 год» на эстраде выступит «Монеточка». Эта певица всколыхнула российскую сцену и стала абсолютным культурным феноменом. Ее альбом «Раскраски для взрослых» оказался настолько резонансным, что имя исполнительницы в считанные дни после его выхода наполнило социальные сети. Дерзкие и совсем не детские тексты в сочетании с хрупкой внешностью и нежным голосом сделали свое дело. В итоге пластинку слушали и комментировали все – музыкальные критики, известные музыканты, журналисты, меломаны и простые слушатели самых разных возрастов и музыкальных пристрастей. 16 апреля в Кремлевском концертном зале выступит Государственный академический орден дружбы народов «Ансамбль танца «Алан». Программа концерта «Танцы народов Кавказа» – это настоящее театральное представление. Синтез искрометных, характерных и полных граций лирических танцев. Танцевальный коллектив «Алан» – один из высокопрофессиональных коллективов, носитель общенациональной духовной культуры Осетии, обладатель золотой медали фестиваля пятиконтинентных в Дижоне, победитель всероссийских и международных конкурсов. Всемирно известный режиссер Эмир Кустурица с оркестром и программой «20 лет вместе» 16 апреля в концертном зале «Юпитер». Самобытный оркестр способен превратить любое живое выступление в безбашенный балаган с характерным кабалканским колоритом. Безукорительно исполняя роль самого титулованного в музыкальном мире свадебного генерала, Эмир Кустурица устраивает бешеные танцы и слэм на сцене, при этом подначивая весь зал повторять хоровые кричалки. Балканские плясовые, румба, рок-н-рольные мотивы и весьма эмоциональные аккорды не дадут заскучать. Легендарный герой российского рока Глеб Самойлов и его группа «Зе Матрикс» в сопровождении симфонического оркестра выступят 30 апреля в концертном зале «Юпитер». Харизма Глеба Самойлова и его фирменный драйв, а также хиты легендарной «Агаты» в оркестровой аранжировке с элементами театрального действия создадут смесь, в которой будет место и страсти, и боли, и полету, и надрыву, и вспышкам света, и готической тьме. Предстоящий концерт – это не просто исполнение песен легендарной группы, а полноценной реинкарнации музыки, прочтение ее именно так, как видел автор, воплощая свои мысли и устремления в музыкальную форму. Изюминкой концерта станет Большой симфонический оркестр. Группа «Слот» представит свой новый альбом «200 кВт» 28 апреля на Большом концерте в концертном зале «Премиум». В конце осени 2018-го «Слот» выпустили, пожалуй, свой самый неожиданный и провокационный альбом за всю историю коллектива. Новый концепт, звук и подача однозначно удивили уже устоявшуюся аудиторию поклонников «Слот». «200 кВт» – это динамичный, изрядный, электронный, агрессивный, злободневный «Дэнс-кор». У «Слот» наметилась тенденция накрывать зал снарядами мощной драм-энд-бэйс-пушки. Так что и в этот раз зрителей ждет брутальный танцевальный замес, усиленный сокрушительным живым звуком и космическим световым шоум. Впервые Нижний Новгород посетит танцевальный ансамбль из Тайваня «Бит-дэнс». «Балет «Плавающие цветы»» – это постановка, на создание которой автора известного тайваньского хореографа По Чан Сая вдохновили традиционные религиозные торжества, проходящие во время фестиваля духов. Сочетая в себе традиционно азиатские танцевальные движения и элементы боевых искусств, балет «Бит-дэнс» – «Плавающие цветы» характеризуется одновременно эмоциональностью, театральностью и телесностью, однако не без некой доли юмора. Посмотреть постановку можно будет 24 апреля в Театре оперы и балета имени Пушкина. Слушайте хорошую музыку, чаще ходите в театр, на концерты и на выставки. Одним словом, проводите время культурно. А с вами была программа «Культ поход» и я, Дарья Цапорыгина. До встречи в мае. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...